Всем привет! Это телеканал РГВК Дагестан и его проект телеверсия журнал Лейбл. Журнал для современных девушек, которые следят за последними тенденциями моды. А у нас сегодня в гостях представитель модельного агентства Луна, а также художник, а также модельер-дизайнер Диана Гаджива. Диана, здравствуйте! Здравствуйте! Можно просто Диша. Диша – это ваш псевдоним? Да. Первый вопрос. Как давно существует модельное агентство Луна? Ну, модельное агентство Луна уже как год работает, можно сказать так. Идея была прошлой весной, она как бы появилась, и вот наша коллега Айми Сей все это решила реализовать. Относительно тебя, да, Диша, почему ты этим решила заняться? Заняться, ну, было интересно, потому что у нас существует как бы более-менее, да, вот эта индустрия фотосессий, журналов и так далее и тому подобное. И модели, все-таки хотелось, чтобы модели зарабатывали, да, вот получали какие-то деньги за то, что они целый день проводят там где-то на съемке, тратят свое время, естественно. У нас это все делается бесплатно, да, вот как приглашают знакомых, ну, давайте, вот, или просто увидят девочку симпатичную, приходите, там, снимайтесь, вот, и все-таки время, деньги, да, нужно за это получать заслуженные. Ну, если вы получаете за это деньги, Диша, значит, а вы, скажем так, профессионально стараетесь работать с девочками. Хорошо, тогда скажите мне, Диша, что такое модельный бизнес в Дагестане? В Дагестане, ну, естественно, он сильно отличается от любой другой страны, от любой другой республики. У нас очень специфичное модельное агентство, как бы, практикуется, да, вот во всех остальных европейских, там, изначально, чтобы стать моделью, нужно делать фотосессию. Как бы, ни для кого не секрет, что нужно фотографироваться просто в трусах и там в лифчике. Естественно, у нас никто этого делать не будет, мы и не требуем. А как отбирать тогда? У нас отбирают очень, очень просто. К нам приходят девочки, мальчики, мы просто смотрим, да, вот если, ну, есть как бы два направления. Либо мы выбираем на топ-модели, либо на фотосессии, ну, фотосессии и так далее. А в чем их разница? Разница топ-моделей, они все-таки выступают на показах, и они должны обладать ростом не меньше метра 75. Ну, это девочки, а мальчики, конечно, не меньше метра 80. А, на фотосессии, то есть у вас не имеет значения? На фотосессии уже, да, не имеет значения, просто интересная какая-то экзотичная внешность, либо фотогеничность какая-то должна все-таки присутствовать. Да. И, как бы так, просто приходят, мы смотрим, отбираем, и все. По каким критериям вы их отбираете? Критериям, опять же, на топ-модели все-таки девочки... Ну, помимо того, что худенькая, стройненькая, метр 75 как минимум, ну, еще какие-то данные должны быть. Она должна быть харизматичная, она должна быть очень обаятельная, и вот и какие-то другие. Должно быть, да, все-таки. Ну, на топ-модели обычно мы не смотрим, да, там, на обладание такими-то качествами интересными. Ну, в основном, как бы, это, ну, приветствуется, естественно, мы их отбираем тоже для фотосессий, если они обладают какими-то другими талантами. Либо там какие-то мероприятия, когда проводится у нас их немало, бывает в Дагестане, все-таки больше, чем там разных показов. И тогда мы их приглашаем, как бы, если они что-то могут из себя, что-то из себя представляют, могут что-то показать, то, естественно, мы их зовем. Какие из перспективы у модельного агентства? Ну, во-первых, хочу начать с того, что все-таки вот та группа у нас, основная группа моделей, они были с нами еще до создания как такового агентства, вот, официального. Поэтому можно сказать, что наша деятельность началась уже задолго до первого открытия. Мы сами собирались, репетировали и так далее. Диша, помимо того, что они участвуют на фотосессиях, о каких-то рекламных роликах, клипах, да, у наших дагестанских артистов, вот скажи, вот какие есть у них другие перспективы? Проводите ли вы конкурсы, да, что вот на фоне этих конкурсов мы определяем победителя, и тот ездит, допустим, все, в Москву на повышение своей квалификации, скажем так? Ну, в принципе, мы над этим работаем. Мы хотели, изначально мы хотели с Пятигорском, как бы, сотрудничать, но возникли кое-какие проблемы, мы как-то это все отложили на долгий ящик, как-то бывает. Не с доверием относятся к вам? Ну, не совсем, как бы с доверием приезжала девочка с Пятигорска, все было в порядке, все отлично прошло, вот, и, ну, мы как бы еще над этим думали. Вот, вот, интенсивно работаем. Мы хотим, чтобы девочки или мальчики, ну, девочки под вопросом у нас обычно не пускают, мама, папа говорят, дома сиди, никаких там еще. Но с этим у нас строго. Да, очень строго, поэтому проблемно. Девочки, в принципе, и не горят желанием куда-то поехать, потому что их просто-напросто не пустят. А вот мальчиков можно было бы и подумать. Может быть, какие-то, ну, у нас, как бы, в задумках не только, да, вот, какое-то модельное участие в каких-то регионах, а именно творческое, да, то есть у нас разные таланты в нашем агентстве присутствуют там. Есть и битбоксеры, есть и брекдансеры, то есть вот те люди, которые обладают каким-то талантом. Держи, вот ты говоришь, парни, девушки, вот как легко ребята идут на контакт? Ребята? Да. Изначально мы вообще, когда повесили объявление, мы вот ходили по городу, развешивали объявление, естественно, там, те, кто замечали, что мы вешали, подходили, все это срывали. Какое модельное агентство. Прям рвали. Да, прям рвали, да. Ну, негативно относились. Ну, естественно, их можно понять, как бы у нас такое негативное впечатление, какое-то представление, стереотип такой сложился. О модельном бизнесе и так далее. И изначально мы думали, что мальчиков на кастинге вообще не будет, никто не придет. Но мы ошибались, как бы наверняка они пришли просто из любопытства и чистого посмотреть, там, на девочек или еще что-то. Ну, вначале были, конечно, скованные, пришли все такие вот зайчики, да, как бы стоят, высокие мальчики такие мускулистые, и стоят такие, как эти детишки. Ну, естественно, мы их расшевелили, сколько мы с ними занимались, каждую субботу, там, мы собирались, как бы старались на балконе, там, такая длинная дорожка, как-то заниматься с ними. Ну, насчет походки исправлять какие-то ошибки, там, просто даже элементарно раскрепостить их. Я представляю, какая у них раньше походка была. Ой, не только походка, им было тяжело даже смотреть куда-то вверх, там, они смотрели себе под ноги вот так вот, не могли. И, как бы, все равно вот то представление у нас все-таки… Есть какие у нас скованные ребята, нежели девушки, да? Да. Скорее, это из-за того, что вот у нас все-таки мальчики, вот, друзья их, они считают, что, ну, в принципе, все мальчики любят говорить… Ой, вылезаны, ты че там, куда ты пришел, там, ау, начинается… Ну, все-таки, для кого не секрет, да, это всегда присутствует в кругу друзей. И тут один, и они узнают, что и вдруг вот такой хороший пацан. Бывали такие ребята, которые изначально приходили, позанимались, и вот потому, как их друзья осуждали это дело, их, они взяли и оставляли адрес? Не было. Вот, если кто-то уходил, то он приходил один раз и просто уходил. Все. Как бы второй раз не приходил. А те, кто с нами оставались, они вот оставались до конца, в принципе. И потихоньку для них… Они просто сами прекрасно понимали то, что ничего такого не мужественного в этой профессии нет. Они ходят, как мужчины обычно, вот по 26. Мы так и говорили им. Просто ходите, вот как вы на 26 ходите, вот так же ходите. А почему именно на 26? Потому что это все-таки такая светская улица наша. Держи, когда мы смотрим на экранах наших телевизоров, вот про какие-то модельные агентства, ну, возьмем, к примеру, что там топ-модель, там, пусть будет по-американски, по-русски. По-дагестански? Нет, 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 я сейчас не говорю по-дагестански, это отдельная тема, это вообще отдельная программа. Это эпическая тема. Девочки, которые у вас непосредственно принимают участие, они должны соблюдать строгую диету, все время быть в форме, ходить в какие-то тренажерные залы посещать. Проблем с этим нет, и причем бывают такие запросы, как бы заказы, они хотят вот не худеньких, да, вот каких-то девочек в теле, поэтому, ну, для всех есть своя работа, да. Какие-то худые девочки, как бы, идут там на топ-модели, там, девочки в форме, идут там на фотосессии какие-то. А ты самоподдерживаешь здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни? Когда как, по настроению. Ну, хорошо. То есть иногда, да. Ну, а каким образом? Посещаешь фитнес-клубы? Нет, я скорее катаюсь на сноуборде, на скейте, все зависит от погоды, как бы зимой какие-то, зимние виды спорта, летом. На скейте летом катаешься? Да, но это утром, когда никого нет, или ночью, да, все это скрытно. Все-таки на скейте еще к этому относятся, да? У нас очень дико, да, к этому относятся, поэтому я стараюсь не пугать наших здешних жителей. Диша, ну, а когда не по сезону заниматься сноубордом, я тебе предлагаю посмотреть сюжет, где можно провести свой досуг, быть в хорошей форме и вот чувствовать себя хорошо. Если вас спросят, что такое фитнес, скорее всего, ответ последует незамедлительно – здоровый образ жизни. Такое вот определение со временем стало ассоциироваться с этим словом. Занятие фитнесом – это возможность добиться впечатляющих результатов в развитии своего тела и здоровья. Но, как ни странно, далеко не все стремятся стать стройными, здоровыми и красивыми. У многих не хватает свободного времени из-за бесконечной работы или собственной линии. У нас обычно люди работают до 6-7 часов вечера, как я понимаю. Поэтому, мне кажется, легче найти полтора часа три раза в неделю и потратить их на фитнес, чем потратить потом недели на больничный, потому что фитнес помогает нам сохранить свое здоровье, быть здоровыми, находиться в хорошей форме. Если вы решили записаться в фитнес-клуб, то вам необходимо для себя определить, какое направление вы выбираете в фитнесе. В фитнесе очень много направлений. В первую очередь, танцевальные направления – хаос, хип-хоп, латино, джаз-фанк и другие танцевальные направления. Танцевальные направления помогают нам развить грацию, развить чувство ритма, а также похудеть. Существуют такие направления, как классическая аэробика, степ-аэробика, колонетика. Но, как оказалось, недостаточно одного желания. Когда человек приходит в фитнес-клуб, тренер должен поинтересоваться, есть ли у него патология опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистая система. Со здоровьем лучше не шутить. Будьте внимательны к своему здоровью. Исключения могут составлять такие направления, как пилатес и дыхательная гимнастика. Ну а как скоро можно добиться желаемого результата? Если человек соблюдает все рекомендации тренера, регулярно посещает занятия, активно тренируется и придерживается образа питания, то результат долго себя ждать не заставит. Ну, все понятно. Главное – запастись терпением. Ну а как же питание? Есть ли ограничения? Спорт и питание – это две деятельности человека, которые неразрывно связаны друг с другом. Когда человек приходит в тренажерный зал, тренер обязан сказать ему о питании, которое он должен придерживаться. Главный принцип здорового образа жизни – это не диеты, а рациональное питание. Это питание несколько раз в день, от трех до пяти раз в день, небольшими порциями. И, конечно же, правильное питание. То есть тренер вам представляет список продуктов, которые рекомендуется есть, которые нет. В том или ином случае, когда человек хочет похудеть или хочет с ним поправиться. Немаловажную роль играет и обувь. Как быть в этом случае? Обувь должна быть строго спортивной, на спортивной платформе, с амортизацией, с воздушными подушками. Это облегчает тренировки, облегчает процесс тренировок, облегчает какие-то нежелательные последствия после тренировок. И с этим пунктом мы ознакомились. Но как выбрать квалифицированного инструктора, а также хороший фитнес-клуб? Самый больной вопрос. В первую очередь, когда вы заходите в фитнес-клуб, вы, как я уже повторюсь, должны... Вы, конечно, идете, в первую очередь, к тренеру. Вы должны поинтересоваться, какое образование, насколько квалифицированный в фитнес-клубе персонал. Хороший фитнес-клуб никогда не возьмет на работу неквалифицированных тренеров. Далее, конечно, инвентарь, который существует в фитнес-клубе. Наличие определенного ряда тренажеров, душевых, корректность персонала, администратора и так далее. Думаю, что получив хорошие советы, теперь мы точно знаем, куда нужно прийти. Выбирая из множества спортивных клубов, выбирайте мегаспорт. Потому что в мегаспорте вы найдете квалифицированных тренеров, должное отношение со стороны персонала, получите здоровье и красоту, станете стройными, статными и красивыми. Продолжение следует... Секрета встроенной фигуры, предмета желания всех женщин очень много. Различные диеты, спортзалы – все это длительные процессы, а стройность нужна сейчас и не минутой позже. Есть некий прием, который поможет вам спасти положение. Визуально скроет ваши недостатки и подчеркнет достоинства. Все еще не догадываетесь, о чем идет речь? Тогда слушайте и смотрите. Мы расскажем вам о корректирующем нижнем белье ЮНИТ, который позволяет женщине легко и безопасно для здоровья похудеть, сохранить и восстановить красивую фигуру. Сколько лет компания ЮНИТ существует на рынке? Компания ЮНИТ существует уже лет 10 в международном рынке, в России 7 лет, а в Махачкале уже года 5 есть. Скажите, пожалуйста, насколько эта компания пользуется популярностью или спросом наших дагестанских женщин? Ну, популярность нужна исходя из того, что женщина, которая приобрела один раз белье, возвращается к нам, хочет еще. Корректирующее белье ЮНИТ возвращает жир тела в те участки, где он необходим, концентрирует его в области груди и ягодиц. Применяя это белье, женщина достигает шести основных целей. Увеличивает грудь, выравнивает спину, делает талию более тонкой, подтягивает живот, поднимает ягодицы, делает бедра более стройными. Сложный комплексный состав тканей нижнего белья, которая изготовлена с использованием последних достижений высоконаучных технологий. Она сочетает достоинства различных видов материала. Бюстгальтер, корсеты и панталоны имеют отдельный дизайн и изготавливаются на заказ после замера соответствующих параметров тела. Они имеют какие-то лечебные свойства, правильно? Профилактика идет желудочно-кишечного, там профилактики, например, у женщин неолом и мастопатии, наше того, что она улучшает кровообращение, и пока носится она, и идет микромассаж тела. А у нее свои сроки есть лечения этой профилактики? Например, полный комплект, в течение трех месяцев идет полная коррекция тела. А так человек, если для здоровья, может всегда носить, она нету ограничений. Например, утром одел, вечером снял, там никаких проблем. А при носке этого белья нужно соблюдать какую-нибудь диету? Абсолютно ничего. Или ходить на какие-нибудь там фитнес-залы, чтобы процесс как бы ускорить? Единственное, надо теплую воду мелкими глотками в течение дня пить, и все. А вот возрастные ограничения есть? Нету абсолютно. То есть ее можно как в молодом возрасте, так и вот уже более пожилой? Да, начиная от 16 лет до 70-80 лет. А какие у нее есть противопоказания, что, допустим, может быть, какие-то онкологические заболевания, при которых желательно не носить это белье? Единственные противопоказания – это период менструального цикла женщин и беременности. Нету больше противопоказаний. Здоровье придает женщине красоту. Красота делает ее уверенной в себе. В белье Юнит вы всегда чувствуете себя естественно и комфортно. Покупившим белье или косметика, или процедура в подарок. А что за косметика? Косметика Фелси Джей, вейп-косметика, которую получила на сегодняшний день, единственная косметика, которую получила Мобилисскую премию. Да, что? Да. А что за процедуры? Потяжка лица, магия молодости, гуаша спине. О косметике и процедурах мы поговорим, наверное, в следующей передаче, да? Выражаю благодарность вам, Бека Абаталибовна, за такую ценную и полезную информацию. И вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дежа, вот все познаются от сравнений. Вот на что вы опирались, создавая модельное агентство Луна? Ну, мы все-таки смотрели канал Fashion TV. Да, время от времени, хотя у нас телевизора нет. Да, вот что? Нет, ничего не выписывали. Это все-таки мы занимались, ходили там на занятия, и у нас куча стопки просто журналов всяких модельных, особенно Vogue. И поэтому, естественно, это все как-то на подсознание отложилось, и хотелось сделать что-то такое интересное на уровне. Вот. Уровень, конечно же, нам достигать очень долго, и причем изначально нужно отталкиваться от того, что в России модельный бизнес, он не очень серьезный. И как бы модель эта профессия пока еще так, в кавычках, следим, естественно, за репутацией именно самого модельного агентства. Мы не можем отвечать как бы за репутацией каждой девочки, которая у нас есть. Не можем следить за их личной жизнью, за их какими-то посторонними заказами. Но те заказы, которые к нам поступают, то есть мы никогда полуголые какие-то фотосессии не устраиваем, или какие-то несерьезные ролики, ничего такого мы не принимаем. Как бы от нас, от нашего имени этого не исходит. И мы следим за нашей репутацией, потому что это очень важно в Дагестане. Если есть заказ, значит, есть спрос, правильно? Спрос есть, но он маленький. Но мы работаем над тем, чтобы спрос как-то увеличивался. А Деша, помимо того, что ты ходишь на показы, участвуешь в показах, ну, так же ты модельер-дизайнер. Ну, как бы можно сказать, что это вот какая-то вот творческая волна, да. Но вот ты еще не определилась, чем именно. Ведь, понятно, модельный бизнес все-таки, как мы поняли, в Дагестане еще не скоро будет иметь какие-либо перспективы. А модельер-дизайнер, почему именно модельер-дизайнер? Потому что я с детства любила, ну, не с детства, там, по крайней мере, с 10 лет точно я рисовала. У меня были просто стопки этих эскизов, разные одежды. Вот именно одежда, да? Да, вот именно одежда. Ну, разных, конечно, рисунков, но преимущественно вот именно одежда. И как-то вот с подросткового возраста я начала понимать, вот когда ходила в художественную школу, у меня какое-то было чутье именно на моду. Да, вот я за год просто понимала, уже чувствовала то, что будут носить там через год, там, или через полтора года, или там через полгода. То есть вот какое-то чутье, оно вот именно подсознательно как-то вот я впитывала всю эту модную информацию в фэшн-индустрию. Мне очень нравилось вот на самом деле создавание именно одежды, имиджа. Это как что-то, знаете, все-таки человек выявляет через внешние какие-то показатели свою душу, да, вот свои какие-то мироощущения. Поэтому всегда было интересно. А почему именно одежда, а, допустим, не интерьера? Не интерьер, ну, так сложилось. С этим сложнее? Нет, не сложнее, просто, да, я иногда рисую, это интерьер придумываю, но как-то не очень тянет. Предлагайте посмотреть следующий сюжет. Из года в год ресторанный бизнес стремительно развивается, идет серьезная конкурентная борьба за посетителей. И для того, чтобы выдержать такую конкуренцию, нужно проделать нелегкую и немаленькую работу. Во-первых, позаботиться о меню вашего заведения. Во-вторых, подобрать квалифицированный персонал. В-третьих, продумать интерьер. Если первые два пункта работа в несколько дней, то на третьем придется поломать голову. Ведь очень часто мы замечаем в ресторанах, кафе и барах, что мебель не всегда соответствует дизайну. С чем это связано? Наверное, не будем гадать. Причин может быть достаточным. Но если вы начинающий бизнесмен или решили сменить обстановку, то вам обязательно нужно заглянуть в мебельный салон Саната. Здесь представлен огромный ассортимент мебель для ресторанов, кафе и баров на любой вкус. Мебельный салон Саната удивит не только разнообразием, но и качеством своего товара. Но обо всем по порядку. Знакомьтесь, директор мебельного салона Саната Займира Абдул-Муслимовна. Как давно существует эта мебельная компания Саната? Мебельная компания Саната существует более 16 лет. Жена Ренгей. Совершенно недавно ее признали федеральной компанией. В Дагестане она более года существует. Почему именно эта компания, именно Саната? Чем она вас заинтересовала? Во-первых, мебель здесь не повторяется. Во-вторых, в Дагестане нет мебельной компании, которая бы занималась именно барами и ресторанами. Здесь в любой бар или ресторан, где ходишь, все такое обычно, одинаковое, повторяющееся. А у нас мебель не повторяется. Сколько лет вы даете гарантию этой мебели? Мы гарантию даем. Вообще мы своего клиента ведем год после того, как мы ему ставим мебель. Но наши производители турецкие на свою мебель дают до 5 лет гарантии. Поэтому мы за свою мебель отручаемся, можно сказать, 5 лет. Насколько мне известно, у компании Саната существует свой сайт. Скажите, как можно производить заказы? То есть я могу зайти на сайт, выбрать определенную мебель и мне его доставить надо? Вы заходите на наш сайт. Там есть практически все наши филиалы по всей России. Также и в Дагестане. То есть в общей? Да, заходите на один и тот же сайт, да? И есть несколько адресов филиалов. Конечно. И вы выписываете адрес, телефон. И хотите, мы по телефону вам назовем та или иная модель, сколько стоит. Конечно, если хотите, мы делаем и доставку на дом. Человек может даже не приходя к нам в салон. У нас уже были такие заказы и клиент остался доволен, что он заказывает по сайту и получает уже ее дома. В какие сроки осуществляется заказ? Заказ у нас осуществляется с момента предоплаты от 2 недель до 45 дней. Помимо того, что они оригинальны в своем визайнерском решении, насколько я могу убедиться в том, что они в качестве материала тоже хороши? Ой, у нас они очень хороши, именно качество. Они практически все экологически чистые у нас. И я бы хотела, конечно, вам рассказать и показать сегодня один фокус. У нас есть такие столешницы в фабрике Генташ. И вот они имеют такое свойство, что они в огне не горят, в воде не тонут. Абсолютно с ними ничего не происходит. Вот на московской выставке совершенно недавно мы даже на столе разжигали костер. Прям разжигали? Разжигали. Мы можем сегодня... И что, ничего не случилось? Абсолютно ничего не случилось. Мы можем сегодня это тоже продемонстрировать. А давайте, я хочу в этом убедиться. Давайте. Вот этот стол наш, верзалит, столешница, который в воде не тонет, в огне не горит. Давайте вот сегодня устроим здесь небольшой костер. Может, передумаем за ним? Нет, нет, не передумаем. И вот сейчас вы это, если уберете, никакого пятна там не будет. Абсолютно ничего не останется. Давайте. Чего он сделал, что он так не горит? Неужели в природе есть какие-то материалы? Это прессованная ДСП, пропитанная эпоксидной смолой. Мне кажется, это замечательно, особенно вот, где в местах, в ресторанах, ну, не столько в ресторанах, но столько в кафе-барах, где курят, да, в основном? Потому как, мне кажется, даже если я сигарету здесь затушу, она не оставит бедна, если она после такого пожара не оставила ничего. Конечно. Замечательно. И дизайн этой столешницы может быть тоже любым. Вы еще чем-то нас хотели удивить? Конечно, я очень хотела вас удивить. У нас есть такой стул, он на металлокаркасе, он рассчитан на банкетные залы, на бары, рестораны также. А чем он отличается от других обычных стул? Тем, что он идет на металлокаркасе, обивка там тоже может быть любая. На московской выставке наш этот стул ставили на толкательный механизм такой и с грузом 150 килограмм. И 7 дней этот стульчик раскачивался. И с ним абсолютно ничего не произошло. Тем более, у нас в Дагестане очень сильно любят сидеть, качаться, да, раскачиваться на стульях. И это вот именно тот стул, который вот абсолютно не раскачивается. Ну прям 7 дней без перерыва. Без перерыва вообще. И ничего не случилось? Нет, конечно, ничего не случилось. Покажете нам этот стулчик. Вот этот стул. Также обивка здесь легко снимается, меняется полностью. Итак, какие особенности у этого стула? То, что вот он абсолютно не портится, единственное, можно менять у нас обивку. Вот она снимается легко и просто. Да, да, да. То есть как бы я его ни раз не пыталась, да, у меня ничего не получится. Да. Моей-то силушки-то не хватит. Я думаю, что наши зрители, так же, как и я, убедились в качестве ваших материалов, но думаю, что те, кто еще сомневается, может лично к вам прийти. И вы, я думаю, с огромным удовольствием им это продемонстрируете. Конечно, да. Но у нас это еще не все. У нас очень много разнообразия товара. Так что, если будете приходить к нам в гости, мы вас будем удивлять и удивлять. Хорошо, я думаю, что мы будем приходить в гости к вам очень часто. Спасибо вам большое еще раз. Всего доброго и до свидания. Диша, ну, естественно, работая в модельном агентстве, вам нужно всегда выглядеть хорошо внешне, да? То есть это постоянное посвящение салонов красоты? Нет. Нет? Нет, совсем нет. Все сама? Только на фотосессиях, да? Мы все сами красим. Я обычно беру и начинаю красить всех моделей по-быстрому. Так быстро-быстро всех. У нас не очень с этим как бы развито. Ну, я вот вспоминаю, да, вот, например, университетские какие-то показы. И мы вот действительно, приходил визажист, пока он полтора часа красил одну модель, а у нас девочек там 20, и всех нужно побыстрее к выходу приготовить. И мы, естественно, сами уже друг друга красили. Поэтому с этим проблем нет. Тебе, наверное, никак будет несложно определить, вот, покупать ту или иную продукцию, в частности, пусть будет косметика или какие-нибудь ухаживающие средства за собой, от подделки? От подделки? Ну, чаще всего получается все это как-то определить. Но иногда все-таки бывает, возникает, да. Все-таки качественно подделывают, да? Да, очень качественно. Вот, поэтому я тебе предлагаю посмотреть следующий сюжет. В настоящее время на рынке представлен огромный выбор шампуней для всех типов волос от различных производителей. На что же нужно ориентироваться, чтобы выбрать наиболее подходящее средство для ваших волос? Многие выбирают шампунь по приятному запаху и красивой упаковке. Однако это никак не связано с качеством продукта. Упаковка не говорит о качестве продукции, о том, какое оно хорошее. Чаще всего продукцию можно определить именно по качеству. Некоторые считают, что хороший шампунь должен давать много пены. Если мы выбираем шампунь, то не обязательно, что он должен сильно пениться. Потому что чаще всего в последнее время стали производить продукты, которые менее пенющиеся, но очень эффективны. И шампунь лучше использовать в мини-дозах. Потому что обязательно вычищать остатки, тщательно промывать волосы. Потому что остатки могут привести к дальнейшим заболеваниям кожи головы и к перхоти. Иногда мы видим в рекламных роликах шапки пены на головах счастливых и красивых молодых людей, моющих волосы. Означает это только одно – неоправданно большой перерасход шампуня. Так как же не ошибиться в выборе шампуня? Прежде всего нужно представлять, из чего он состоит. Главная задача любого шампуня – отмыть волосы и кожу головы. В хорошие шампуни чаще всего включаются их ингредиенты натуральные и химические. В него должно обязательно входить какое-то количество консервантов, потому что от них зависит обязательно срок годности продукции. Со временем шампуни стали выполнять не только свою основную функцию – очищать волосы, но и также улучшать их внешний вид. Для этого в шампунь стали добавлять кондиционеры. Конечно, это позволило упростить уход за волосами и сэкономить время. Однако при воздействии кондиционирующих добавок с моющими веществами, их эффект слабее, чем у кондиционеров, применяем их отдельно. Два в одном шампуни вообще нежелательны, потому что есть обязательно шампуни и кондиционеры. Каждый из них выполняет свою какую-то функцию. Шампунь направлен именно на очищение, а бальзам – он закрепляющий эффект очищения, более гладкий и легкое расчесывание. И когда они используются два в одном, шампунь не выполняет ни той функции, ни другой до конца. Лечебные шампуни предназначены для лечения болезней, связанных с перхотью, экземами, выпадением волос. Они отличаются более глубоким воздействием на кожу головы и волосы и применяются только в период лечения. По сути, это лечебное средство в форме шампуни, который наряду с лечением еще и моет голову. Поэтому при выборе шампуня советуем придерживаться следующих принципов. Лучше выбирать шампунь, где попроще со встав, конечно же, потому что чем меньше там каких-то химических элементов, тем он будет более эффективным. А если нет каких-то проблем, можно спокойно выбирать любой шампунь. Специалисты утверждают о том, что нежелательный для волос шампунь с пометкой «для всех типов». Для всех типов. Вообще, если у человека есть какая-то болезнь или какие-то проблемы, то действительно лучше выбирать именно по типу. А вот эти серии, которые для всех типов и семейные, они нежелательны. И вот несколько советов консультанта о том, как подобрать шампунь для своего типа волос. Конечно же, должно быть легкое расчесывание, блеск и мягкость волос. Нужно учитывать обязательно проблемы, если какие-то есть по типу волос, по структуре. Если какие-то проблемы с жирностью, либо перхоть, обязательно нужно смотреть на это. Потом обязательно нужно брать сопутствующие продукты дополнительные. Это бальзамы, маски, которые также необходимы для полного эффекта, для полного очищения волос. Конечно же, есть марки, которые выпускают очень хороший шампунь, но мало кто о них знает. Это такие, как Филипп Кингс, Мириам Клэда, Мальта Бена, Хэмс. Придерживаясь самых элементарных советов, вы заботитесь о красоте и здоровье своих волос. Волосы – это визитная карточка девушки, так что ухаживайте за волосами и будьте красивы. Диша, спасибо, что ты к нам пришла в студию. Я желаю тебе творческих успехов в твоей начинающей профессии моделера-дизайнера. Желаю процветания вашему модельному агентству «Луна». Я прежде всего хочу отметить, что модельное агентство – это не только я, далеко не только я. У нас еще работает Айна Саадулаева, Аймисей, которая сейчас находится в Владикавказе. Мы втроем все-таки вместе, и мы такая вот группа. Так что мы, собственно, и представляем это модельное агентство. Еще раз спасибо, Диша, что пришла. А у нас в студии был представитель модельного агентства «Луна» Диана Гаджива. Диана, спасибо. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!